Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, смотреть описание к картинам. Иохим Бекелар. Несение креста. 1562 год. Дерево-масло. 96 на 79. Излюбленная тема для живописцев. Фламандий Сиохим Бекелар получил образование у своего дяди Питера Артсена, мастера религиозного бытового жанра. Ранние произведения художника посвящены разнообразным сценкам, происходящим на кухне или на рынке, представляющим большое количество сеней дебиты, дичи, овощей или фруктов. Бекелар одним из первых стал изображать рыбные прилавки. Помимо этого художник создавал многофигурные религиозные картины. На данной картине главная группа персонажей с несущим крест на Голгоф и Иисусом показана на среднем плане. Споткнувшись, спаситель падает под тяжести своей ноши. Симон из Кирены пытается помочь ему, но римские солдаты не позволяют сделать это. На первом плане в правом углу опустилась на камни, обессилевшая от горя Богоматерь. И он богослов и несколько женщин, среди которых Мария и Магдалина, помогают ей подняться. На дальнем плане в верхнем правом углу мастер изобразил распятие Христа. В левой части композиции у горизонта видны стены Иерусалима. Несмотря на большое количество героев и сцен, художнику удалось создать цельное произведение. Вот такое описание картины несения креста Иохима Бекелара я нашел в интернете. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Я пользовался данными из интернета и издания Великие Музеи Мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok